Всем привет, с вами Дарья, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы с вами поговорим про ответы на вопросы, ответы на вопросы, связанные с компаниями, прослушиваниями и всеми прочими вещами. В общем-то, это часть 3. Так что, конечно же, да, подписывайтесь на мой инстаграмчик, там происходит много всего интересного. Также, минуточку благодарности за оформление спонсорской подписки. И да, вся информация по поводу спонсорства, как всегда, есть по специальной кнопочке под видео. А я вас всех очень сильно люблю, мои зайки, и пишите свое мнение во всем этом в комментариях. Ну, а мы начинаем. Ну, мы начнем прямо-таки с простенького. Это то, что есть ли какие-то специальные компании, которые занимаются иностранными стажерами. В принципе, как вы можете заметить, многие компании занимаются иностранными стажерами, помимо корейских стажеров. Но при этом есть компании вроде Union Wave или SG Entertainment, которые больше направлены действительно на иностранцев, каких-то. Но вам стоит понимать, что это, ну, довольно-таки малоизвестные. Пока что компании, мы не видели никакого такого вот масштабного финального продукта от них. И поэтому, да, подавая заявки, вам стоит подавать везде, а не только вот в такие компании. И таким образом вы действительно сможете увеличить свои шансы. Поэтому не забывайте о том, что в Корее существует огромное просто количество компаний. Вагон и маленькая тележечка, в которой вы можете подавать свою заявку. Так что не фокусируйтесь на одной или двух. А что же касается того, как выглядит открытое прослушивание, либо же обычное живое прослушивание, кому как больше нравится, то это то, что вы будете в составе пяти или десяти человек петь по 15-30 секунд. И это не самый лучший вариант, потому что если вы будете подавать заявки онлайн, то вы действительно сможете гораздо более широко показать свои таланты, чем вот за это время. Потому что, опять же, даже когда вы будете танцевать, то вы будете танцевать так называемой группой. Вам поставят случайную музыку и, пожалуйста, двигайтесь, показывайте все, что вы можете. Потому что если вы, например, скажете, что вы не хотите танцевать, то вам сразу могут помахать ручкой, потому что они хотят видеть оба таланта. Вне зависимости от того, какого они будут качества. А далее, что же нужно сделать такого, чтобы подать заявку на онлайн-прослушивание? Вы просто заходите на сайт компании, вы смотрите, что там конкретно указано. То есть вам, например, надо отправить заявку на email. Значит, вы заходите в свою почту, а вы там все вводите, там указан email, на который это все отправить. Вы это все заполняете. Когда вас просят указать тему письма определенную, то есть ваше имя, возраст, откуда вы и так далее, вы это все заполняете. Вы делаете это на английском языке. Вы прикрепляете к письму-анкету, вы также прикрепляете свои видео-аудиозаписи, вы прикрепляете свои фотографии. Если же вы отправляете заявку через сайт, то вы делаете все то же самое, но на сайте, заполняя все поля, которые там представлены и пытаетесь показать себя с самой лучшей стороны. И, собственно, все. Что же касается того, когда уже не стоит принимать участие в прослушивании, это если вам исполнилось 25. Если вам уже есть 25, то, ну, пожалуйста, не надо никого мучить, не надо мучить себя, не надо мучить себя стажировкой, если вы вдруг стали трени. Если вам есть 25 и вы до 25 лет не дебютировали, то, скорее всего, вы никогда не дебютируете, потому что это суровая реальность кей-поп индустрии сейчас. Конечно же, вопрос связанный с тем, какое количество групп действительно чего-то добиваются в своей карьере. Если вы так посмотрите, то за год может дебютировать там сотня, а то и тысяча групп от разных абсолютно компаний, но вы не будете даже знать, кто это. Большинство из них расформируется за это время. Они вот как бы дебютировали, там месяцочек просуществовали, и все, компания может, например, банкротиться или еще что-то подобное может произойти. И как бы да, и это конец их карьеры. И такое очень и очень часто происходит. И поэтому, ну, от силы там 10-15 групп будут более-менее заметными. Но опять же, они останутся, ну, гу, потому что понадобится очень-очень много денег, очень много связей, чтобы стать кем-то уровня BTS или же уровня BLACKPINK, TWICE и всех вот прочих таких групп. И понадобится очень большая активность, понадобится нехилые такие вливания в эту группу. Поэтому, да, не стоит сильно надеяться, что если вдруг вы станете айдолом, то вы будете ворочать миллионами. Нет. Скорее всего, это будет не так, потому что, если так посмотреть, всего один процент айдолов имеют где-то миллион долларов в год зарплату. А какие-то там 10 где-то процентов имеют, ну, зарплату где-то, ну, 1600 долларов в год. И вот те самые оставшиеся проценты, 89, они имеют зарплату менее 10 тысяч долларов в год. Не стоит думать, что все айдолы там очень много зарабатывают. Это не так. Большинство айдолов зарабатывают очень мало либо ничего. То есть, вот эти вот 10 тысяч долларов в год, это их потолок, сколько они получают. И большинство айдол-групп получают очень мало. И они могут первые там несколько лет не получать вообще ничего, потому что они будут расплачиваться с компанией все это время. Так что, да, очень хорошо подумайте, хотите ли вы действительно этим заниматься. Так что, в общем-то, да, заботитесь о том, как вы выглядите. А если у вас загорелая кожа, то подумайте о том, чтобы не загорать. И здесь я действительно имею в виду, что если вы просто любите загар, автозагар, любой загар, то есть, если вы тот человек, который предпочитает загорелую кожу, обычной незагорелой кожи, то пересмотрите немножечко свои вкусы. Следите за тем, как вы выглядите, что вы делаете, как вы себя ведете. И помните, что если вдруг вы станете трени, то никаких знакомств, свиданий, социальных сетей, каких-то развлечений и так далее, это все исчезнет из вашей жизни. И вам придется жить в строгих правилах, которые перед вами установит компания, и это будет длиться все несколько лет. И чтобы дебютировать, как вот некоторые такие думают, ой, а года там хватит, вот если я хочу как можно быстрее дебютировать. Но как бы ни одна компания вам не скажет, что вот вы точно дебютируете там, например, через полгода, если будете усердно тренироваться. Нет, это так не работает. И вам может потребоваться лет 10. Но опять же, одно дело, когда вы присоединяетесь летом в 14, например, и вы 10 лет стажируетесь и дебютируете. И совсем другое, когда вы присоединяетесь, например, в 16-18 лет, у вас нет столько времени, потому что чем старше вы становитесь, тем ниже шанс того, что вы сможете дебютировать. Так что да, свое мнение обо всем этом, конечно же, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать все это там с вами обсудить. А я вас их очень сильно люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!